Доброе утро, наш эфир продолжается. Друзья, совсем недавно в Академии наук дали старт 17-й белорусской антарктической экспедиции. В этот раз на суровый континент отправятся 14 сотрудников Академии наук, БГУ, Белгидромета. И это еще не все, там и другие организации тоже есть. Подробнее об этой экспедиции сегодня поговорим с нашим гостем, начальником Республиканского центра полярных исследований Владимиром Рыжиковым. Доброе утро. Доброе утро. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Полярная экспедиция. Как здорово звучит. Давайте, наверное, для начала вообще расскажем, а вот какая цель вот таких вот экспедиций? Вообще я хочу сказать, что, как вы уже сказали, 17-я белорусско-антарктическая экспедиция отправляется на Ледовый континент. То есть эти экспедиции у нас проводятся с 2006 года, с момента присоединения нашей страны к договору в Антарктике. Указ, который, закон, который подписал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. И с этого момента дан старт этим исследованиям, научным экспедициям, которые отправляются ежегодно в этот суровый регион нашей планеты. Вот поэтому уже, как вы уже сказали, 14 человек отправляется в эту экспедицию. Состав и кадры, и персональные характеристики, особенности каждого человека отбирались очень строго. Есть специальные критерии отбора. Во-первых, по профессиональным качествам туда отправляются и врач, и повар, и специалисты технического плана, и механики, дизелисты. Ну и, конечно же, научные сотрудники, которые составляют основной костяк этой научной экспедиции. Исследования проводить на этом континенте уже приходится не первый год. Создана значительная приборная научная база, создана научная лаборатория, которая позволяет проводить нашим исследованиям на этом континенте и получать новые данные. А в каких сферах исследования идут? В каких направлениях? Что касается этой экспедиции, то научные исследования будут выполняться по восьми научным заданиям различного толка, касающиеся изучения и физики атмосферы, состава аэрозоля атмосферного, и геофизические исследования, сейсмологические исследования, изучение биологического разнообразия, воздействия человека на этот континент, и как вот эти изменения влияют на живые существа, которые там находятся, и ряд других дополнительных исследований, которые закреплены на Национальной Академии Наук. А какая там сейчас погода? Известно? Да, известно. У нас на нашей станции работает в круглогодичном режиме метеостанция, которая отправляет нам ежедневную информацию о погоде, температуре воздуха, силе ветра и так далее, которая на нашей станции в данный момент, скажем так, существует. И погода там сейчас антарктическая весна, у нас осень, а на южном полушарии, как известно, весна. Да, в преддверии полярного дня, то есть температура постепенно начинает расти, вот, и, в принципе, наши полярники отправятся, когда уже температура воздуха на нашей станции будет составлять порядка 15-16 градусов минус. А не так холодно, как мы думали, мы думали где-то минус 40. Минус 40 – это зимой 30-40 градусов такая температура, ну, в диапазоне, да, встречается на нашей станции. Это в зимний период, когда у нас лето. А правда, что женщин не берете в экспедицию? Да, ну, на самом деле, это такая повседневная, юмористическая, наверное, ну, скажем так, хохма, да. Не так много желающих отправиться со стороны женского пола на этот суровый конфидент. Полгода, правильная примерно будет? Как минимум, вот, последняя экспедиция была 233 дня, не каждый мужчина может выдержать, находиться в замкнутом пространстве, вдали от благ цивилизации, небольшой коллектив. То есть это не каждому под силу, на самом деле. Вот, представляете, я в качестве примера иногда привожу, вот, есть такой поезд, наверное, я не знаю, ну, Москва-Владивосток, из Минска, по-моему, тоже так же такой ходит поезд. Вот, люди, которые с Москвы до Владивостока, нужно около недели ехать. Многие очень себя психологически к концу поездки чувствуют некомфортно. Да, представляете, там пробыть в таких условиях больше полгода. Это не каждому под силу. А что из себя станция сейчас представляет наша, вот, чтобы понимал простой человек, вот, в бытовом плане? На сегодняшний момент станция активно развивается, созданы все условия для проживания и проведения научных исследований на этой территории. Это модули такого типа, которые собраны из таких, если очень таким доступным языком объяснить, небольшие контейнеры, да, которые собраны в цельные блоки. Соединены между собой проходами и в которых пребывают наши полярники. Достаточно сжато, но очень комфортно. Есть сауна на станции для, ну, понятно, есть банный день, это, как правило, суббота. И есть, вот, в особенности этой экспедиции у нас должен появиться новый объект белорусско-антарктической станции. Это кают-компания. До этого наши полярники собирались в так называемый объект советской заброшенной инфраструктуры, который, в принципе, отремонтирован нашими полярниками за предыдущие годы. И там проводились совместные вот встречи, заседания, прием пищи, встречи Нового года. Сейчас появляется, будет установлен новый объект, который уже загружен на судно научно-исследовательское, отправляется в Антарктиду, которого в ближайшие дни из Санкт-Петербурга будет двигаться более двух месяцев. Этот груз, и основной груз, который отправляется с экспедиции, там и продукты питания, и научные приборы, все это туда в начале января прибудет на нашу станцию. И начнутся работы активные по созданию. Ну, повезло этой экспозиции, экспедиции. 17-е все-таки. Еще. И новый модуль уже появится. Очень хочется спросить, раз уж мы так про такую бытовую составляющую говорим. Вот вы говорите, повар вместе с сотрудниками едет. А что готовят там вот в таком климате? Что нужно, чем нужно питаться, чтобы, ну, скажем так... Комфортно работать. Ну, во-первых, нужна калорийная пища. Это раса, да, и повар у нас достаточно опытный человек. Он уже отправляется не в первую экспедицию. Ну, изыски готовят. Драники. Бывает. Но я скажу, что вот есть определенные особенности антарктической экспедиции. Вы, я так понимаю, все понимаем, хотя для нас это в какой-то степени уже забытый момент. Но картофель, овощи, для нас это что зимой, что летом проблем больших нет. Но все мы знаем, как они хранятся. Да, вот поэтому основной дефицит, который существует по понятным причинам, с точки зрения особенностей хранения, это овощи и фрукты. Они, как правило, доставляются туда в ближайшее время и расходуются в течение первого месяца, полтора и так далее. Это быстро все расходится. В основном рационе наших полярников – это продукты, которые длительного хранения. Да, это и макароны, и крупы, и тушенки, и мясо, которое закупается также в ЮАР, которое долгой заморозки. Чтобы его можно было использовать в дальнейшем, без проблем с точки зрения его хранения. Конечно, существует дефицит зелени. Но наши полярники тоже нашли способ решить эту микропроблему. Нет, выращивание микрозелени с помощью световых установок, которые, вот так же и одно из разработок в Национальной академии наук, специальные светодиоды, которые позволяют стимулировать рост этой зелени. Чтобы все витаминки. Да, витаминки и зелень для салатов, которые вот на стол полярников могут попасть там. Как интересно, что вы рассказали. Вот сейчас родственники всех сотрудников, которые в экспедицию отправляются, посмотрят, как задарят их перед выездом апельсинчиками и бананами, чтобы наелись хорошо. Все съедят в дороге, как говорится. Спасибо большое, что пришли в гости. Вот таким простым языком мы рассказали о таком действительно сложном и по-настоящему научном проекте и научной экспедиции, которая совсем скоро отправится в свой путь. Ну а мы напомним, что этим утром у нас в гостях был начальник Республиканского центра полярных исследований Владимир Рыжиков. Хорошего дня. Спасибо. Вам так же.